На день рождения подарил любимого Рыну и поступите с 28.09. Друзья, это 30 лет Николина и один день, посвященный ее дню рождению. Это будет огонь! Ну что, мы падаем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете, какой сегодня день? Сегодня день рождения у этой маленькой принцессы. Кто она такая? Николинка. И сколько ей? 15! У-у-у-у! Умножать надо на 2. Неправда, это не точно. Мы сейчас едем, ну ладно, не будем говорить. Так, у нас пересадочка. Вообще, мы должны летать. Зашариваем и потом тувану. Надеюсь, нам все-таки повезет. Это, видимо, шар, да? Вот нас ребята встретили, садимся. Друзья, всем доброе утро. Мы приехали в лес. Неожиданно, правда. Хотим полетать на воздушном шаре. Но с ветром нам сегодня повезло, что очень важно. Но пока туман, поэтому мы ожидаем. Все же нормальные люди в лесу летают на воздушном шаре. Пока сидели, ждали, чтобы туман расселся, оказывается, ребята приехали с чемпионата мира из Венгрии. И Роман там выступал от Украины. Заняли 17 место из 85. А мы тут начинаем уже вытаскивать корзину, шар. И вкачался. И это тот самый шар, мы на нем полетим, на котором Роман выступал на чемпионате мира. Роман, Алексей сказал, что вы прилетели недавно с чемпионата мира из Венгрии. Европы, Европы из Венгрии. А вот интересно, как вообще проходит чемпионат? В чем соревнуются, как это правильно, воздухоплаватели, да? Да, ну, как правило, на точность раскладываются кресты такие, 5 на 5 метров. Либо виртуальное задание, ты должен прилететь вот четко и либо сделать отметку электронный маркер или сбросить. Маркер это мешочек с песком или ленточкой. Чем ближе к центру креста там, тем лучше результат. Либо есть там разные еще виртуальные на скорость, на дальность. Там пролететь в зоне максимальный путь, там надо маневрировать в определенной зоне. В общем, такие ожидания. Ну, достаточно интересные, красивые. Получилось занять какие-то призовые места? Ну, не призовые. Было 81 шар участвовал, мы заняли 17 место. Ну, тоже хорошо. Хороший результат, потому что это самый лучший результат, как вообще украинские пилоты занимали на чемпионатах Европы за все время независимости. Круто, мы вас поздравляем с этим. Спасибо. Еще, смотрите, какой вопрос. Какой ветер допустим для полета, ну скажем, не спортивного, а такого коммерческого большего? Ну, где-то до 5 метров в секунду. Вообще шары летают до 7 метров в секунду. Вот сейчас ветерочек вот 2 метра, сейчас, ну, 2 метра это такой, как раз нормально, чтобы мы на месте не висели, и чтоб туман сейчас. Сейчас солнышко чуть-чуть прогреет, и этим ветром туман уже прям быстро уходит, видите, уже прям на глазах виднеется. Еще интересно, вот мы сейчас разговаривали, я так понимаю, что именно вот в осеннее или даже зимнее время лучше летать. Вот можете объяснить почему, потому что я, допустим, не понимал. Ну, потому что воздух холоднее, соответственно, грузоподъемность шара выше, потому что он работает на разнице температур. У шара есть максимальная температура, там, 112 градусов, ну, как правило считается, внутри шара, который может быть, чтобы шар летел безопасно. Соответственно, чем вот сейчас 8 градусов температура, у него большая грузоподъемность, потому что когда мы летали в Венгрии, была температура 30 градусов. И, соответственно, понимаете, между 30 и 112, и между 8 и 112, есть запас 20 градусов. Короче, чем теплее, тем меньше грузоподъемность. Количество людей, которые могут полететь. Да, да. Ну и, соответственно, нет термической активности, потому что для шаров опасны термики. Термики, они так вот закручивают, и в термической активности она такая... Это такое движение ветра, да? Ну, термики, это вот, допустим, черное поле, и нагревается, и получается, создается сильный восходящий поток, и в нем так еще воздух закручивается. Для шаров это опасно. В нем вот парапланеристы летают, планера летают в термиках, а для шаров такая стабильная атмосфера. Ясно. Друзья, ну как, по-моему, интересная история. Ну, как и все, что мы пробуем новое. Просто у нас с Николь уже второй такой день рождения, когда мы пытаемся попробовать что-то новое в этот день. Круто, что мы это делаем именно в такой профессиональной компании. Роман, а расскажите, из чего вообще состоит вот вся конструкция воздушного шара? Это вот корзина, стойки, горелка и баллоны. И оболочка, которая вон там, да? Ну, в принципе, достаточно быстро все поставили, установили. Буквально 5 минут, то есть реально в корзину воткнули вот эти вот балки, сверху поставили горелку. Подключают сейчас к ним баллоны. Ну и, собственно говоря, все. Осталось только дождаться, пока туман растуманится. То есть сейчас вы регулируете подачу как бы газа, да? Нет, пилот просто регулирует. Воу! Так, Роман, а что это за турбокомпьютер такой противоударный? Ну, это Panasonic 19-й. На соревнованиях там дают много заданий. Ну, к примеру, вот я сейчас поставлю точку. Тут, к примеру, крест. Вот мне надо, допустим, на него сюда прилететь. У меня известны координаты, там, метео. Я выбираю место старта и потом лечу, вот там, к примеру, к этой точке. Понял. Ну, мы когда ехали, вы рассказывали про Японию. Да, да, да. Рассказывали про Японию, что там прямо из воздухоплавательного вот этого соревнования прям целое шоу и 100 тысяч человек собирается. Да, да, да. 100 тысяч зрителей, там прям стадион, там течет река. И на берегу реки они сделали такое большое стартовое поле, чтобы 100 шаров могло взлететь. И такой огромный амфитеатр, чтобы 100 тысяч зрителей могло сесть. И вот проводятся соревнования неделю в конце октября, начало ноября. И там три канала центральных ведут трансляции японских. Очень такое зрелищное. И целый день там какое-то движение. Концерты рук звезд, там, большой огромный фудкорт, всякие вот эти шары красивые. Ну, тепловые аэростаты только в виде там всяких сказочных существ, мультяшных героев. Как вы считаете, есть ли у нас все для того, чтобы это делать в Украине? Теоретически, как бы, есть. Ну, в смысле, пилоты, шары. Да, пилоты, шары есть. Единственное, я так понимаю, нужно, ну, как бы, финансирование или люди, которые бы заинтересовались в том, чтобы это продвигать, да? Да, да, да. Ну, как правило, как бы... Если кто-то из вас смотрит это видео... В Японии спонсируют Хонда. Хонда, да? Да, да. В Японии Хонда. Хонда Украина. По-моему, вы теряете очень крутую возможность. А может быть и нет. Ну, не знаю. Я бы на вашем месте ее рассмотрел. Слышите, я только что поняла, что мне немножечко даже страшно. Но, блин, и в то же время я ооочень мечтала полетать на такой штуке Круто, что это получилось именно на моё день рождения Круто! Ой, ой, полетели! Класс! А почему мы пищимы? А то высота нет А я боюсь высоты! Вау! Боже, родная баба! Это классно, классно! Ты как? Я как в сказке Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Обалдеть! Это как будто ты взобрался на вершину горы только за полторы минуты Как будто ты летишь в самолёте, но только видишь всё вот так Офигенно! А какая у нас высота? 340 метров Роман, я так понимаю, нам супер повезло сегодня Да, вообще погода идеальная Пролететь вот над такими облаками Да, это очень редко, реально раз в два года Я теперь понял, зачем нужен компьютер, потому что вот так ориентироваться было бы на вершину А так он показывает, что мы где-то летим, куда летим, в какое направление Вот на самом направлении, скорость, курс, тоже высота в ходах, всё это Круто Николина сейчас спросила, сколько Роман летает, и Роман говорит, 18 лет Многие из наших подписчиков ещё столько не прожили У меня по рейтингу номер один пилот в Украине Обычно видно, как летают другие ребята, но сегодня из-за тумана, скорее всего, не полетели Но так как у нас номер один, мы летим, как видите, классно очень Мы на 500 метрах Первый раз за 30 лет на воздушном сале, почему я раньше этого не делала, не понимаю Ну да, это кажется, вот на самом деле, что это так скучно И ты просто будешь, ну блин, столько адреналина, я, короче, не испытывал На соревнованиях сколько адреналина, там ещё задания надо всякие делать, вверх-вниз И там таких 80 шаров надо И 80 шаров С какой скоростью мы сейчас летим? Вот у нас скорость вот 23 километра в час Офигеть А вообще не чувствуется Прикиньте, здесь нельзя повернуть налево или направо То есть ты должен маневрировать ветрами по высоте То есть, условно говоря, смотришь на карту, хочешь чуть левее, понимаешь, что он там, условно, на высоте 400 метров Снижаешь и летишь Смотришь, хочешь чуть правее, надо, например, подняться Да, да, да Офигеть Ну я теперь понял, почему сложно в соревнованиях прилететь в какую-то определенную точку и там скинуть Потому что кажется, что это очень легко Да Просто летишь и всё А здесь же нет руля, как такового Так еще, самое интересное, и ветер может поменяться То есть ты вроде взлетел, летишь, а потом, особенно на вечерних полетах Солнце заходит, и ветер как раз, и куда-то повернул, вот прям так, с заходом Мы снижаемся, 200, 263 метра Роман, что дальше будет происходить? Да, вот я внимательно смотрю на приборы Где-то на высоте 80-90 метров уже видимость земли появится Мы сейчас житомирскую трассу Как раз прямо на житомирской трассе Житомирскую трассу пересекаем Да Житомирская трасса оверхи Пролетаем на трассу Не-не-не А мы не сильно быстро снижаемся? Нет Хорошо Еще ты, к сожалению, не разбился Вау-вау-вау-вауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ну что, друзья, как видите, все закончилось Хорошо, шар приземлился Мы уже ножками на земле К нам вон едет машинка, чтобы собирать его В общем, что я вам скажу У меня было убеждение, что это такое скучное, неинтересное занятие Никакого тебе адреналина, ничего Но когда сегодня Роман чуть не приземлился на заправочной станции Я немножечко переосмыслил происходящее В общем, очень крутая тема Всем советую Ну, я не знаю, как другие пилоты, но Романа точно советую Это АС Так ювелирно нас напугать, пролетев на джитомерской трассе В 20 метрах от заправки Я думал, честно, мы все, мы в деревья летим Но, как он говорит Да, коснуться чуть-чуть корзинкой верхушек деревьев Это такое ювелирное искусство Я не знаю, за что мне Бог послал Николину И почему в 30 лет мы должны посетить все экстремальные, по-моему, виды спорта, которые есть в Киеве Но вы, как видите, я в обмундировании И мы в квадрокиеве Как вы понимаете, это квадроциклы Это вот такие вот мотоциклы На которых, я надеюсь, нас сегодня тоже научат кататься В общем, сейчас мы здесь проведем 2 часа Вот он, экстремал Отправляемся дальше Отправляемся Вам, может быть, не слышно Я не знаю, есть ли звук или нет Но я сейчас вас в такую коробочку помещу Чтобы нас не забрызгало И вы будете с нами от первого лица гонять на квадрике Да Субтитры сделал DimaTorzok мы короче заезжаем на территорию заброшенного асфальтного завода это все я только что ехала вы не слышали на полную и кричала в лесу как я люблю жизнь вообще все люблю мы заехали сейчас в гости к нашим друзьям спа-салон конечно но на самом деле в мы так под замерзли чуть-чуть а сейчас под согреемся и это будет не конец дня у меня по ощущениям уже девять вечера еще только 18 18 расскажите что нас ждет вы заказались по программам вы вдвоем бочка у нас одна она индивидуальная бочка это пар травяной поры раскроются хорошенько так пропаритесь там вас уже ждет сюрприз и чаек после этого скрабик после скрабик обертывание я так понимаю выбрали шоколадный вариант это очень похоже на нее мы пришли вот определить за что лучше подойдет какого эффекта вы желаете бессмертие есть такой эффект что вот лучше чтобы все это или чего отличается то что то что я лично могу и по себе и наши сотрудники но это сто процентов шоколадной эйфории потому что это лифтинг эффект это идет увлажнение то есть это идет как комплекс всего того что нужно как раз на осень и телу и организме вот поэтому если мочите конечно ну вы что конечно вот можем еще такое предложите программа баути то есть например за чем молодому молодому человеку может быть предложить кокосовое гордование так а вам николь шоколадная или же наоборот вот вот так вот вам сделать еще что скажете да я думаю что это будет классно подписать такая фишечка супер тогда одно кокосовое кому кокос кому шоколад и массажик еще в конце будет да общий массаж всего тела водка ног что короче завязываем трепаться идем делать это бочка это фитобочка вот она и нас это бочка так там температура ну все мы начинаем отдыхать извините дальше все действия будут за кадром увидимся через три часа ну а мы приехали назад нашу заключительную локацию после спа тот на нас давно подписаны смотрят вы знаете ее мы здесь были было свидание на крыше так как николе то очень понравилось мы сюда приехали по автору пожалуйста пусть этот день не заканчивается можно еще пару дней пожалуйста любимых да 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 есть подтверждение у-у-у-у встретимся с вами еще завтра нашли велик и все мы не похожи но майк все знал а жизнь переменчива однажды по встречам николю и тебе всего дороже любимая единственная женщина и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну надеюсь вам понравился этот день Я единственное прошу, помимо подписки, колокольчиков, губенчиков, всей этой истории Напишите в комментариях, что вы желаете, Николь Ей будет очень приятно Ну и чтобы дальше получать порции крутой атмосферы, эмоций, любви, инсайтов Подписывайтесь на канал, будьте вместе с нами Мы будем продолжать с вами делиться всем самым ценным, что только найдем И любви вам, увидимся в следующем выпуске Вы же не думали, что это все? Самый маленький, но главный сюрприз у нас еще впереди Через два дня мы немножко в другом месте делаем очень важный процесс Какое сейчас увидите? Ну что? Мне на день рождения подарил любимую машину и поступите 28-го 9-го Вы довольны? Довольны от ничего не сказать Расскажи немножко такую грустную музыку в этой капающего дождя о своей мечте давней 24 года я попала в Вайами, прожила там 2 месяца и буквально на 5 минут я увидела плоску Панамера. И 6 лет я представляла, визуализировала, вот что она когда-то станет моей и я до сих пор не могу понять, что это происходит. Девчонки, выбирайте правильных мужчин. Этот занят, если что. Чтобы они могли осуществлять все ваши мышки. Водительник Алина стартует. Первые секунды, вот мы еще не выехали с регистрации. Это первый раз за рулем. Главное доехать до заправки, у нас первый квест. У нас нет бензина. Давай-давай, выезжай-выезжай-выезжай. Нет у нас никого. Все, отлично. Мы поехали. Ну что, приехали домой. Теперь у нас во дворике будет еще вот такая вот бибика. Слушай, ну ты хорошо доехала. Никого не сбила. Ну как, первые эмоции? Вообще офигентально. Круто? Да, да сначала было конечно страшно, потому что сколько там, три года, да, я уже не сидела нормально за рулем. Вот, ну а потом буквально 10-15 минут и втягиваешься. Еееее. А вообще офигительно. Мишки убираются. Блин, вы классно смотрите. Вот такой дом, машинка этой. Прямо из какого-то журнала шведского о счастливой семье. Или, или этого, финского какого-нибудь. Как я смотрю на пони этой лялечки. Круто, круто. Игорь Негода.